Горизонтально расположенный проводник движется так, что его скорость направлена перпендикулярно силовым линиям магнитного поля, однородного магнитного поля. Известна величина этого поля, известна длина проводника, известно, что он проходит расстояние или малое и после того, как он пройдет это расстояние, разность потенциалов на концах его, Φ1-Φ2, будет нам дана. И получается такая задача. Дана длина проводника, дан путь, который он прошел, известно магнитное поле, известно разность потенциалов, надо найти ускорение, с которым движется проводник, и есть ли ему начальная скорость равна нулю. Про что задача? Наверное, про ЭДС индукции, которая приведет как раз к появлению разности потенциалов. Заряды положительные и отрицательные, которые находятся внутри проводника, будут двигаться в направлении, показанном стрелкой скорости. И на ней будет действовать сила Лоренца, которая будет положительные заряды отклонять к нам, а отрицательные заряды от нас. Это раз потенциалов как раз Φ1-Φ2 нам и известно. Вот мы ее сейчас и выразим. Это раз потенциалов, очевидно, будет равно ЭДС индукции, модуль которой определяется законом электромагнитной индукции, ДФИ по ДТ. В качестве изменения потока ДФИ рассмотрим маленький путь ДЛ, который будет равен произведению скорости умножить на время ДТ. Это путь, пройденный за малое время ДТ. Тогда у нас для потока, который в нашем случае определяется величиной индукции магнитного поведения, величиной В и изменения площади ДС будет записываться таким образом. В умножить на В умножить на Л, это длина основания вот этого прямоугольника, умножить на ДЛ, его высоту, которая будет равна В умножить на ДТ. Для того, чтобы найти раз потенциалов, мы должны поделить на ДТ и найдем, что у нас Дельта ФИ, которая нам известна, равна В, Л, В. В умножить на ДТ. Но В у нас величина, которая зависит от ускорения. И если у нас равно ускоренное движение, то определяется по этой формуле. Сюда мы должны подставить значение скорости. В, Л, А умножить на Т. Если бы мы знали, чему равно Т, то задача была бы решена. Нам надо теперь выразить это Т. из еще одного условия, путь, пройденный планкой, стержнем, проводником, за время Т. Будет определяться формулой АТ квадрата пополам. Если мы отсюда сейчас выразим Т, то мы получим здесь 2Л, деленное на А под корнем. И подставим сюда это Т. Получим Б, Л. А у нас занесется под корень и будет 2АЛ. Нам известно раз потенциалов, то есть все это произведение. И нам известно по отдельности все со множителя, которые сюда входят, Б, Л и еще одно Л даже. Это не Л. Это что у нас такое получилось? Л маленькое это. Л маленькое под корнем. Поэтому ускорение будет равно разности потенциала в квадрате разделить на Б квадрат, Л квадрат и 2Л без квадрата. Проверить надо, чтобы все величины были выражены в системе С, В, М, Тесла. И ответ получится. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok